Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вот и прошел первый месяц лета И к моему большому сожалению или даже разочарованию Хотя вы знаете, нет, я лукавлю Мне абсолютно похуй на то, сколько у меня просмотров, сколько у меня подписчиков Просто бывает иногда расстраивать, что ролик, который ты думал, что он вот зайдет А он на самом деле не заходит или что-то наподобие Он такой есть у абсолютно каждого какого-то креатора и так далее Тем более на ютубе То есть когда ты выпускаешь какой-то ролик, он у тебя не заходит А при этом ты возлагал на него большую надежду То у тебя какая-то, знаете, тильт, вот какая-то дизмораль И все наподобие того Но сейчас не об этом Так вот, июнь за всю историю вот этого второго канала выдался самым худшим Если ранее на мой канал каждый месяц стабильно подписывалось от 100 человек То в этом месяце на меня подписалось 87 Я уж не говорю про месяцев, которые на меня подписывалось практически по 300 человек Нет, давайте это откинем, это все ролики про Зака Это все какие-то остальные ролики и так далее Если посмотреть на вот эту вот всю тенденцию То можно увидеть, что она сейчас на данный момент катится просто вниз То есть по количеству подписчиков в месяц Однако вы знаете, даже если подписчиков у меня будет мало Это все равно будет намного лучше, чем у Ярослава Брулева Который покупает аккаунты за несколько тысяч рублей в GTA Sam Так вот, о чем это я? Вот прошел первый месяц лета И вы вот меня так сходу можете сказать А что вы такого сделали? Возможно вы изучили какую-то новую, я там не знаю Какую-то новую информацию изучили Или овладели каким-то новым навыком в своей жизни Вот за вот эти вот, блядь, 30 дней За вот эти вот несколько десятков, возможно даже сотен часов Я не знаю, сколько часов в одном месяце Но, наверное, больше Блядь, давайте я даже сейчас посмотрю, блядь, сколько часов в одном Так, а, 730 часов За эти сотни часов, что вы такого сделали? Чтобы вот вы прям такие в конце лета Вот там, знаете, под 30 августа И вот под 1 сентября Чтобы вы такие, бля, провел это лето с пользой Вот максимально для себя сделал много всего За вот этот вот период свободного времени Вот вы что-то такое сделали за вот этот вот один месяц Лично я выпустил около 30 роликов Не пропустив практически ни одного дня А если я их пропускал, то выпускал по 2 ролика в день Что в свою очередь сделали вы? Вот человек, который сейчас смотрит этот видеоролик Возможно, ты немного познал моушн-дизайн Возможно, научился верстать сайты Возможно, там, я не знаю, углубился в какой-то дизайн Там каких-нибудь логотипов Кстати, у меня сейчас тоже есть своя дизайнерская студия Можете заходить попасть Ладно, ладно, это не основной канал Поэтому я думаю, его захламлять рекламой А пока что, наверное, пока что не будем Так вот, чему за этот месяц научился ты? Вот прошел целый месяц из твоих трех Понимаешь? Чему ты научился за один месяц? И вы знаете, я знаю, что знают, блядь, что скажут многие из вас Вот что в самом деле скажут вот эти вот все люди? Ничему Я просто сидел там, допустим, и играл в какие-нибудь там игры Или там смотрел какие-нибудь видеоролики на ютубе Разумеется, да, отдыхать в лето тоже надо Но почему бы не пустить вот этот вот свой отдых в какое-то свое хобби Которое приносит тебе так или иначе удовольствие Допустим, тебе нравится там, я не знаю, рисовать, монтировать видео Там еще что-нибудь сделать Если у тебя нет никаких талантов, то тебе по-любому же что-то нравится Так или иначе, там, я не знаю, возможно, в игре даже ты можешь начать стримить Правда, что делать, если у тебя слабый компьютер, это непонятно Однако, возможно, ты очень хорошо умеешь разговаривать и говорить Поэтому стримы, это прям для тебя Потому что на стримах самое главное, это то, как ты разговариваешь Самое главное, это твой звук Самое главное, это подача твоей информации Для того, чтобы ты вот такой говорил, говорил, говорил А люди такие, ебать, а он, знаете, так неплохо говорит Заволомился к нему на Твич, там, Твич ТВ за Дан Семен и прочее, прочее другое Вот что-то такое ты сделал? Нет И большинство из вас ничего такого попросту не сделал Вы думаете, наверное, зачем, там, я не знаю, мне и так все заебись, успею потом И многое другое Нет, на самом деле, пока вы учитесь, у вас есть какое-то, знаете ли, свободное время Свободные вот эти, вот, знаете, ваши отпуска Потому что, когда вы устроитесь на работу, у вас отпусков не будет Кроме, там, знаете, ну, каких-нибудь на месяц, там, я не знаю, на два месяца Возможно, в каких-нибудь компаниях Везде по-разному Однако, такой лафы, как тут, не будет Чтобы вы могли просто три месяца нихуя не делать и пинать хуи И вы понимаете, это не какая-то мотивация Это ничего Я просто хочу вам сказать, что вы бездарно проебываете, блять, свое время Потому что, вот вам будет потом лет, блять, восемнадцать, двадцать Вам нужно будет искать работу, все такое И вы поймете, блять, вы поймете, что вы в этой стране, в принципе, да как и практически в любой другой стране Вы нахуй никому не нужны Потому что за то свободное время, которое у вас было Вы не изучали какие-то навыки, не изучали иностранные языки Не занимались каким-то саморазвитием и многим-многим другим Ты просто сидел и пинал хуи Именно поэтому теперь ты никому, собственно говоря, не нужен Я уж не говорю про какое-то там знание английского языка Это, в принципе, нужно во многие нормальные компании То есть, ну или хотя бы это не помешает То есть, поэтому, чуваки, если что, то английский язык нужно учить Такое, знаете ли, такое отступление от темы самого видеоролика Английский язык действительно очень полезен Если в школе будет, то типа ходить и его прогуливать Это прям, ну, быть конченным долбоебом Я вам говорю, потому что английский язык, он дико, блять, нужен Ну вот, в общем, не важно И вот, то есть, у вас за время, пока вы учитесь Существует очень много свободного времени Там за 9 или за 11 лет Или вот пока вы там в колледже в каком-нибудь Или там в университете или в шараге в какой-нибудь учитесь У вас есть свободное время У вас есть возможность вот как-то саморазвиваться Находить себя в каких-то сферах Там, я не знаю, возможно, тебе нравится там читать, так сказать, рэп Вот, всей этой тематикой хип-хап ты увлекаешься тупом Или не хип-хап, там, я не знаю Рок, хотя рок вроде как умер, блять Но, типа того Возможно, тебе нравится снимать видеоролики на ютуб Но ты никогда не пробовал И ты никогда ничего не делал Я говорю, наверное, как какой-то бизнес-тренер Но в самом деле, вот я сейчас просто Посмотрел на календарь Я ужаснулся, блять Июль уже, июль, сука Я подумал, пиздец, какой же я долбоёб Как же я мало всего смог сделать-то, блять Я просто делал ролики каждый день Я забил на стримы Я забил на ютуб-канал Который делает какие-то нарезки моих стрим Ну, вернее, это я делал Я вообще забил на всё это То есть, я занялся чем-то одним А вот на другое я абсолютно точно забил Я думаю, пиздец, блять Нужно что-то менять Нужно что-то менять Вставать там рано утром И начинать стримить И именно это я сейчас делаю Встаю там буквально, там, я не знаю, в 6-7-8 часов утра И подрубаю стрим на Твиче Практически каждый день я постараюсь это сделать Если что, то всё такое будет на моей страничке ВКонтакте И понимаете, вот я так задумался Это ж пиздец То есть, столько свободного времени Которое вы просто проёбываете никуда А потом будете, блять, сидеть в офисе Или на какой-то работе Которая вас абсолютно не устраивает Которая вам абсолютно не нравится, блять Вам оно надо, блять, в самом деле, чуваки Поэтому нужно, я считаю, уже задуматься Чтобы в конце вот каждого лета В конце вот каждых вот этих вот трёх месяцев Не писать Пиздец, мы проебали это лето Как же так? Да потому что ты долбоёб Ты сидишь на месте Ты не выходишь из зоны комфорта Тебе всё нормально У тебя стабильность У тебя пока что есть там какие-то твои родители Которые тебя могут обеспечить Но рано или поздно, зная, не умрут И пиздец Тебе придётся учиться всему самому Готовить себе самому там Стирать, гладить, убирать Поэтому лучше всего начинать Развивать вот эти все навыки в себе Вот, я не знаю В свободное хотя бы время В летнее, блять, время Пока у вас есть всё это время Чтобы потом не писать Типа, пиздец Как так мы проебали это лето В общем, ладно Это было что-то наподобие подкаста Где я просто пиздел о жизни О ещё каких-то моментах в жизни И о многом-многом другом Поэтому, если вам нравится такой Псевдо какой-то, я не знаю Философский, мотивирующий вас пиздёж Просто мне постоянно, блять, люди пишут К сожалению, пруфов не приложу Можете не верить мне Люди пишут в самом деле Спасибо за ролик там, смотивировал Я благодаря тебе сдал ОГЭ Я благодаря тебе начал заниматься Ютуб-каналом Скидываю там ролики свои Это, конечно, чаще всего Какая-то полная хуйня Но я им это, блять, не говорю Даже имён я тут называть не буду Кто мне это, блять, скидывает Но просто делают полную хуйню Я бывает такой, что рофлю Говорю, да, ты делаешь всё правильно Просто для того, чтобы человек не останавливался И как-то вот совершенствовался Все мы с чего-то начинали Я начинал вообще, вы знаете, с Майнкрафта На своём вот этом вот канале С Дан Семён Там, блять, большинство аудитории Это какие-то ебаные майнкрафтеры И все мы так или иначе совершенствуемся Я не терял время зря Я вроде как более-менее там Выкладывал видеоролик Сейчас я их выкладываю каждый день, блять Если бы ко мне тогда вот пришло то озарение В мои вот эти вот 11-12 лет Когда я создал свой ютуб-канал Я бы тогда ебать просто как пулемёт Эти ролики, блять, бы штамповал Просто бы ебашил как не в себя Чтобы хоть что-то после себя оставить Чтобы хоть чего-то, блять, в этой жизни добиться Я не говорю про какое-то материальное состояние Нет, просто чтобы, блять, люди о тебе знали Чтобы люди о тебе слышали Вот хотя бы к этому нужно стремиться Я не знаю, какие у вас цели, так или иначе Сейчас многие просто хотят стать каким-то, блять, популярным И все Я таких целей не преследую Но просто было бы неплохо прожить жизнь И чтобы люди, набирая твое имя Или твою фамилию Или твое, блять, отчество Википедию Кого как, да, там Находили просто тебя Знали кто ты Знали что ты сделал Чем ты проставился И все такое Поэтому мой вам совет Не теряй время зря И просто начинай ебашить вот прям сейчас Не откладывай на завтра На послезавтра На послепослезавтра Блять, ты не успеешь глазом моргнуть Как будет уже поздно, блять И послезавтра уже не поможет В общем, ладно Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok